ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Налоговое законодательство предусматривает несколько видов вычетов по НДФЛ, но активнее всего спросом пользуются стандартные, социальные и имущественные. Стандартные предусматривают вычеты для отдельных групп граждан, инвалидов, ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС, Героев России и других, а также для тех, у кого есть дети и чей доход меньше определенной величины. В социальные входят вычеты на лечение, обучение, благотворительность и другие, но все эти вычеты имеют определенные ограничения. Если вы в налоговом периоде, а это именно календарный год, вы обучались, лечились и платили взносы в негосударственный пенсионный фонд, например, то все это суммарно не должно превышать 120 тысяч рублей. Получить вычет на дорогостоящие медицинские услуги можно как за свое, так и за лечение детей в возрасте до 18 лет, супруга и родителей. Вычет предоставляется суммой, не превышающей годовой размер заработной платы. Важно при этом обратить внимание на код услуги, который медицинское учреждение ставит в справки, предоставляемые в налоговые органы. Если код услуги единичка, значит, эти медицинские услуги подходят под просто лечение, которое фиксируется максимально, это 120 тысяч. Если код услуги двоечка, эти медицинские услуги относятся к дорогостоящему лечению, и расходы принимаются в полном объеме к вычету. Родители ребенка в возрасте до 24 лет, оплатившие его обучение в институте на очной форме, также имеют право получить налоговый вычет, который не может превышать 50 тысяч рублей. То есть, если в договоре указано очно-заочная, вечерняя или какая-либо другая форма, то сумма расходов на обучение ребенка к вычету не принимается. Имущественные вычеты делят на две категории – получаемые при продаже и при покупке недвижимости. Если имущество принадлежало собственнику меньше минимального предельного срока владения, который с 1 января 2016 года равен 5 годам, то вычет при продаже предоставляется в размере 1 миллиона рублей. Но есть исключения. Например, если имущество перешло к вам в наследство, то минимальный предельный срок владения – 3 года. Если вы продаете, допустим, какое-то имущество, которое купили дороже, чем продаете его, то есть такой вычет, как фактически подтвержденные расходы. При этом вычете вам необходимо будет приложить договор на покупку данного объекта имущества и договор на продажу этого же объекта имущества. При продаже иного имущества, то есть это гаражи, машины, предельный вычет, предоставляемый законодательством – 250 тысяч рублей. До 2014 года имущественный налоговый вычет за приобретение квартиры предоставлялся только на одну покупку жилья. Сейчас этот вычет может применяться к нескольким объектам недвижимости, но в сумме не должен превышать 2 миллиона рублей. С 1 января 2014 года законодательно закреплен вычет с процентов. То есть если при приобретении жилья вы пользовались заемными кредитными средствами, то начиная с 2014 года возврат с этих выплаченных кредитному учреждению процентов вы можете также заявить. Это сейчас является отдельным вычетом. Если вы брали кредит начиная с 2014 года, то максимальный размер имущества налогового вычета – 3 миллиона рублей. По всем вопросам, касающимся налоговых вычетов по НДФЛ, вы всегда можете обратиться в отдел работы с налогоплательщиками по телефону 77096. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова